Ах, третья трилогия Звёздных войн вся окутана тайнами. И одна из самых интересных тайн – это происхождение Рэй, главной героини нового фильма. По интернету уже гуляет множество слухов. Некоторые думают, что Рэй – это внучка Оби-Вана Кеноби, кто-то считает её дочерью Люка Скайвокера, но есть и другая точка зрения. Так вот, согласно теории, которая нравится мне больше всех, Рэй – это на самом деле внучка Императора, и тому есть множество подтверждений. А самое интересное в этой теории то, что Рэй может быть полной аналогией Кайла Рэна. Только наоборот, в фильме не раскрыта одна вещь, а именно то, что делала Рэй в детстве. Вполне возможно, что она была ученицей Люка Скайвокера, обучалась дедайскому ремеслу. Естественно, это было ещё до того, как Бен перешёл на тёмную сторону и врезал всех подаванов. Воспоминания, которые нахлынивают на Рэй, когда она касается Светового Меча, явно дают нам понять, что в них идёт речь о той самой резне в Храме Джедаев, устроенной рыцарем Ирен. После этих событий Рэй оказалась на Джакку, куда её отвёз незнакомец. Не то, чтобы он был незнакомцем для Ниньо, нет, скорее всего, он был членом её семьи, но для нас этот человек неизвестен. Кстати, вполне очевидно, что Люк Скайвокер после шестого эпизода не сидел сложа руки, иначе где бы он взял такое большое количество подаванов? Ясное дело, он рыскал по галактике в поисках чувствительных к силе индивидуумов. И одним из таких индивидуумов и была Рэй, вероятно, прямой потомок императора Палпатины. Ведь мы ничего не знаем ни о семье, ни о любовных похождениях Палпатина. Тем более, что старый канон более не считается каноном вообще. Вполне возможно, что у императора был либо сын, либо дочь, у которого была дочь по имени Рэй. Вполне логично. И да, мы не можем утверждать, были ли члены семьи Палпатина на светлой, либо на тёмной стороне. Ведь, возможно, они отвернулись от Палпатина после его смерти. Однако, что мы знаем, так это то, что Рэй попала в руки Скайвокера. И, возможно, он забрал её силой. Хотя, конечно, фактор добровольности исключать не стоит. Ну ладно, не будем отвлекаться. Вполне возможно, что Рэй и Бен Соло вместе обучались у Люка Скайвокера. Но после перехода Бена на тёмную сторону силы и изгнания Люка Скайвокера, Рэй пришлось спрятаться на Джеку. Кстати, это объясняет, почему Рэй умеет владеть мечом и некоторыми трюками силы, вроде Майнд Трика. И решение, которое принял Люк, в данном случае вполне очевидно. Ведь Рэй тоже могла перейти на тёмную сторону. Тем более, что у неё предпосылок к этому было даже больше. И вот мы вплотную подходим к сюжету фильма, который я вам рассказывать не буду, а то опять на спойлеры будете жаловаться. Хотя, боже мой, какие спойлеры. Я вам уже и так наговорил много. И к тому же, уже какое число 24 января? Всё, буду спойлерить жёстко. И даже если предположить, что Рэй не получила должных тренировок, поскольку была изгнана в юном возрасте, всё равно потенциал к силе у неё был очень высокий. Именно поэтому она без должной тренировки смогла пользоваться силой. И даже победить в дуэли мастера фехтования. Хотя, посмотрите на этого мастера, о боже. Самым интересным в этой теории я считаю то, что потомок главного злодея покажет себя главным героем. Ну, а то, как потомок главного героя уже показал себя главным злодеем, вы уже знаете. Бен ведь, по идее, должен был быть очень светлым. Ведь он из династии Люка Скайуокера. Да и даже Энакин Скайуокер, в конце концов, перешёл на светлую сторону. То, что у Рэй такое тёмное наследие, а сама она выбрала сражаться на светлой стороне силы, добавляет особой перчинки в сюжет. Только представьте себе подобную сюжетную параллель между Кайло Рэном и Рэй. Это же будет очень классно. Взяв на себя задачу обучения Рэй, Люк Скайуокер, естественно, положит на свои плечи довольно-таки тяжёлый груз для поднятия. Как-никак, Кайло Рэн, его ученик, его предал. И ему не хотелось бы совершать подобную ошибку ещё раз. Но, похоже, ему придётся взяться за обучение. Ведь другого выхода просто нет. Ну что ж, я думаю, на этом закончим. Оставляйте свои мнения в комментариях и ставьте лайк, если видео вам понравилось. Ну и, конечно же, подпишитесь, если вы хотите видеть больше подобных видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.